итак я использую для скрутки первоначально я использую вот четвертую леску я купил вот она у меня используется для скрутки беру я ее примерно на глаз соответственно сколько взял столько взял сейчас я буду замерять на видео и как бы говорить примерно потому что уверен в комментариях будут спрашивать сколько сантиметров вот я отрезаю на глаз два оборота отвернул в принципе этого достаточно так это у нас будет пускай будет это 40 сантиметров это 40 сантиметров и так берем пополам складываем и берем одну подчасовой другую против часовой начинаем крутить вот получается вот такая петелечка крутим крутим вот петелечку можно сделать поменьше подтягиваем и дальше начинаем крутить докручиваю где-то до конца и делаю так для фиксации хирургическую просто обычный узел для фиксации вот на рыбалке я каждый раз и вижу новый монтаж и в двух рыбалках я его уже не использую потому что как бы петли там это вот такая скруточка получилась примерно она где-то 15-15 сантиметров вот скруточка за основную леску вот у меня есть плетенка на катушке вот это будет основная леска на основной леске что я делаю на основной леске я беру беру карабинчик просовываю его на основной леске я беру карабинчик просовываю его он скользящий никак не фиксируется потом Я беру бусинку, продеваю один раз продел. Вот она в скользящем положении, и продеваю ее второй раз. Вот, два раза продеваю, она уже ход не имеет такой свободный, ну и соответственно можно потянуть. Если вы проденете еще один раз, она зафиксируется, она уже ходить вот так не будет. А продев всего один раз, она может подтягиваться. Оттягиваю это дело. Итак, друзья, берем нашу связочку, делаем обычный узел. Ну вот пошире я сделаю его. Один раз заводим, и заводим его второй раз. Получается вот как бы хирургички, но только уже двойной. И медленно затягиваем. Когда медленно затягиваете, получается вот такая восьмерочка. Видно, не видно, но скорее всего видно на камеру. Вот такая восьмерочка получается. Вот, что делаем. Ну как бы ее лучше идеально сместить в сторону узла. Я просто большой сделал, а так вот в сторону узла. Вот такая восьмерочка получается. И стараться ее в сторону узла здесь делать. Вот. Берем основную леску. и продеваем ее снизу, и заводим сверху. Вот. Продеваем, не стесняемся. Берем на палец, и обворачиваем около семи раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заводим обратно в петлю. Ну, это, по-моему, называется узел клинч. И выводим его в вновь образовавшуюся. То есть, называется клинч, или двойной клинч он называется. И начинаем затягивать его. Вот. Параллельно и начинаем затягивать и этот узел. На леске. Здесь затягивайте, здесь. Смочить. Обязательно смачивать. Узел от меня ни разу еще не подводил здесь. И заподлицо можно срезать. Что плетенку, что мы берем, срезаем леску. Вот такое получается у нас сие дело. То есть, здесь петелечка, здесь. Потом подводим нашу бусинку. И наш карабинчик. Узел скользящий. Заводим кормушечку. Вот, например, мы. Вот у нас вот такое действие получается. Вот видите, карабинчик давит на бусинку. И бусинка оттопыривает у нас вот этот уз. На котором будет находиться у нас поводок. То есть, вот возьмем наш поводок. Здесь это все большое, конечно. Я такие не вяжу поводки. Все поменьше. И здесь петля в петлю. Поводок заводим. Вот у нас сие действие получается. И получается у нас, вот даже ниже пули получается, где-то на сантиметр, ну сантиметр-два получается, ниже самой кормушки. И вот так оттопыривается. Вот так оттопыривается, ниже кормушки получается. Вот такой монтаж я вяжу. Это с одной бусинки. Но еще раз повторюсь. Как бы для начала не стесняйтесь использовать эти трубочки. С них я тоже начинал. Потом уже освоился, когда и закидывать, и меньше путаться у меня стало на фидере. Уже стал смотреть более интересные монтажи. И свой взгляд остановил на этом. Он считается спортивным монтажом. Так как скользящий, если даже где-то обрыв будет в этом месте, то рыба освободится, кормушка мешать не будет. Вот. Второй год я уже его использую. И как бы всем друзьям, в принципе, советую, которые уже более-менее фидер освоили. Начинающим, своим друзьям, я всегда вяжу скользящий вот такой монтаж с помощью этой трубочки, который вот заменяет вот в эту штуку. Он более удобный для начинающих. Меньше путаться будет. А потом, когда уже говорю, освоитесь, применяйте такой монтаж, либо петлю Гарднера, либо асимметричную петлю. Там, какой, в принципе, душе угодно. Такой монтаж у меня меньше всего путается. Очень редко, когда он прям запутался или что-то. Как-то всегда я его достаю в таком положении. Все, в принципе, на этом заканчиваю. Если видео было полезным для вас, ставьте лайки. Такой монтаж Парунок Субжуету Heidi